здравствуйте дорогие друзья меня зовут Ольга Курунова и я рада вас приветствовать на своем канале сегодня вторая часть вязального перерывчика которую я недавно не закончила мне пришлось побежать на ногти сделать нокаточки красивые такие классные ну кому интересно вот такие вот веселенькие я сделала вроде и аккуратные и в то же время немножечко ярковатые неважно это отступление поэтому я убежала не досняла до конца вязальный перерывчик ну и сегодня собственно я начинаю продолжение того вязального перерывчика и ответа именно на те вопросы на которые я не успела ответить в прошлый раз и так на последний раз мы с вами остановились на комментарии Тамары Андреевой Оля здравствуйте я тоже жду МК на темную ночь девочки я вам уже сказала темная ночь мастер класс объяснялочка такая описание работы все уже выставлено на канале я уже все выложила фото изделие сделала в общем проходите кому нужно вяжите теперь жду и пряжей заинтересовалась когда буду делать заказ обязательно возьму Оля а жемчужные от пихорки там тоже хлопок и вискоза как вам спасибо вам за ваш труд за то что делитесь своим мастерством с нами Тамара большое спасибо за вопрос а я вязала хлопок жемчужная вот эту вот пряжу вот у меня темная ночь которая связана из пряжи ламбада файн да я уже и забываю вот связала и забыла что называется да я ее связала из ламбада файн от сиам и она такая очень праздничная нарядная темный цвет поэтому вам не сильно видно но посмотрите фотографию я лучше сюда наверное фотографию ставлю а вот пряжа очень очень такая как вам сказать нарядная пряжа глянцевая она блестит она эффектная на в общем ну она классная девочки внимание сейчас я вам скажу про пряжу ламбада файн не каждый она подходит почему-то некоторые девочки не могут с ней подружиться имейте это в виду либо берите на пробу либо еще что-то мне пряжа невероятно понравилась еще скажу ее нельзя стирать в машинке от слова совсем почему нельзя стирать в машинке потому что в принципе постирать вы ее можете и возможно все будет хорошо но она налепит на себя но вы же не будете стирать одну вы скорее всего еще как кинете к ней какие-нибудь изделия и вот в процессе стирки когда вы ее стираете она все шевырюшки от других вещей на хлопковые какие-то микрочастицы она все налепит на себя и придется вам потом ее машинкой для катышек или руками все это выбирать вот поэтому не стирайте ее в машинке стирайте ее вручную в тазике отжимать в машинке можно но только положив одну то вот эту вещицу больше к ней ничего не кладите потому что замучаетесь оттирать вот от шевырюшек вот эту это изделие вот поэтому стираем только руками отживать можно в машинке пряжа великолепная мне понравилось хочу я из такой работать хочу еще недавно были вопросы это я с помимо сейчас вот вот вопроса просто пока что помню все вам рассказываю потому что вы очень многие смотрите перерывчик и будете в курсе а еще очень многие говорят девочки что пряжа косит у меня она совсем не косит я вязала верхнюю часть обратно поворотными рядами нижнюю часть круговыми рядами у меня пряжа не косит от слова совсем косины здесь нет но у некоторых девочек не знаю может быть у кого-то стиль вязания другой я не знаю но некоторые жаловались что пряжа вот это косит мне не косит работать с такой хочу понравилось безумно покупать буду то есть пряжа мне нравится я ее рекомендую но пряжа все-таки наверное со своими сложностями имейте это в виду вот жемчужная в принципе почти такой же вариант только здесь другая линия плеча мастер-класс на этой изделии есть а я вязала белую маечку там на фотографии мастер-класса представлена такая белая а здесь мастер-класс сама показывала вот на этой на голубой кофточке вот такая кофточку меня голубая здесь она у меня идет с убавками если тёмная ночь прямо связана здесь с убавками этот и другой вариант нравится это пошире маечка то поуже все таки мне на мне нравится изделие ближе в облипочку чем широкие ну вот привыкла я так не хайте меня хотя у меня ну вот это какое изделие широко или в облибочку не знаю ну в общем это тоже нравится но это чистый стопроцентный процентная вискоза то есть это немножко по-другому себе идет пряжа вот вот жемчужная вот пихорки давайте поближе я вам ее покажу она не смотрится такой нарядный пряжа хорошая пряжа классная в процессе носки и последующих стирок стирка в машине я я стираю вот это изделие в машине в процессе стирки это изделие подсаживается в высоту в ширину не заметила в высоту точно подсаживается она дает усадку вязала я на спицах уже не помню какой номер но вижу что петли стали намного мельче нежели чем я ее вязала прошу прощения за то что мятая как с прошлого перерывчика у меня здесь вещи валялись я не стала ничего убирать чтобы вам ну чтобы снова не раскладывать не собирать эти вещи все оставила вот до сегодняшнего дня вот то есть жемчужная пихорка подойдет для этой кофточки и а еще какая пряжа подойдет для того чтобы вязать вот эту вот эту вот эту тунику темная ночь я вам все в мастер-классе показываю я подробно вам показывал ту пряжу которая у меня есть из которой я бы захотела вязать вот это изделие и смотрите вот изделие вяжется видите насколько у меня темная ночь уже вот пожалуйста с одной стороны показываю с другой стороны показываю видите насколько темная ночь уже это можете это варьируется больше связать или меньше просто длиной вот этой линии вяжите вот эту линию подлиннее у вас пошире получается маечка вяжите вот это плечо покороче у вас по уже получается маечка некоторые девочки спрашивали а какая у вас длина плеча девочки вам абсолютно должно быть начихать какая у меня длина вот этого плеча и вот ну честно вам говорю вы же вяжите на себя поэтому эту длину вы делаете до тех пор вот какое вы изделие хотите хотите вот такое широкое вот она широкая видите вот если вы хотите такой же широкой то вы вяжете ее подлиннее на свой вкус не на мой вкус вы же не для меня вяжете для себя если вы хотите поуже изделие вы вяжете вот эту линию покороче и она у вас будет поуже вас вообще не должно волновать какая она у меня здесь поймайте фишку когда вы смотрите чьи-то изделия когда вы смотрите чьи-то мастер-классы вы должны уловить фишку какую-то вот эту вот изюминку поймать как суть изделия поймайте всегда суть изделия а дальше все стройте на свой размер не не смотрите какая там длина плеча у маши пети коле вася смотрите у себя как какую вам надо сделать то есть в том изделие фишка в чем чем длиннее вот это плечо тем шире будет само изделие от длины плеча зависит ширина изделия я вязала на свой вкус у меня было повторюсь 3 маечки белую кстати выкинула потому что я ее испортила стиркой я ее прокипятил а там был вискозный шелк и он сжался мне пришлось ее выкинуть поэтому вам показать не могу вот смотрите я даже для себя для себя эту маечку вязала и другую посмотрите насколько у меня разница в этих двух маечках вот поэтому зачем вам знать мою длину плеча и пристраиваться к моей длине вы сделаете мою длину плеча а изделие вы носите шире чем я вам будет некомфортно либо наоборот вы сделаете вот длину плеча как здесь на этой майке на широкой на такой а сами любите носить вот такой с небольшой свободой облегание почти облибанчик вам тоже будет некомфортно и вы скажете ах оля какая ты неправильно ты все объясняешь и неправильные вещи вяжешь вот пожалуйста вот поэтому смотрите за этим так вот я отвлеклась как всегда влево вправо убежала в общем тамара жемчужная от пихорки подойдет мне эта пряжа нравится но ламбада файн выглядит более эффектнее и более наряднее смотря что вы хотите если вы хотите повседневный вариант вы можете взять вообще любую пряжу даже абсолютно стопроцентную вискозу вискозу с шерстью вернее вискозу с хлопком 50 на 50 не советовала бы ни акрил ни полиамид ничего потому что летние изделия акрил полиамид будут давать потность вы будете потеть в изделиях а когда стопроцентный состав натуральный это там вискоза до вискозу я считаю натуральным составом еще раз вам оговорюсь потому что вообще существует три типа пряжи пряжа натурального состава это то что полностью натуральное вещество пряжа синтетика синтетический состав это то что к природному не имеет никакого абсолютно отношения вот эта синтетика это полиамиды полиакрилы акрилы вот вот это все синтетика есть еще искусственные материалы это вискоза почему вискоза считается искусственным материалом это из натурального волокна берется натуральное волокно потом оно химическими методами химии обрабатывается и получается нитка то есть она не берется не волокна берутся уже hun тка она вытягивается вот но она все равно остается натуральным веществом хотя и химически обработанным вот что я хочу сказать поэтому для меня вискоза это них не синтетика но это 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 ближе к натуральному полотну. Это искусственное вещество, но созданное с натуральных волокон. Поэтому она обладает очень многими свойствами, похожими на шелк. Она также, во-первых, гипоаллергенна. Во-вторых, в изделиях из вискозы у меня 100% вискоза. Достаточно толстая, я хожу в ней летом, и мне не жарко. И причем она греет, когда я немножечко подзамерзаю. Я чувствую комфортно мне в кофточках. Они все-таки как-то держат тепло. Поэтому я бы для таких маечек брала хлопок, брала вискозу, брала бамбук. Бамбук – это та же самая вискоза, просто по-другому ее обзывают. Леоцель, бамбук – это все к вискозе. Лен. Ну, лен, он будет мяться. А так как эти все-таки кофточки, они такие струящиеся, и лен может мяться. Ну, хотя я бы тоже попробовала. Значит, хлопок, лен, вискоза, ну, и крапива. Обязательно я хочу попробовать вот такую штуку с крапивой. У меня здесь осталась крапива некрасивого цвета. Как некрасивый? Это джинсовый шикарный мужской цвет. Он просто мужской. Хотя у меня такие оттенки тоже идут. Вот. Возможно. А, это не крапива, это конопляная. Вот. Это конопля. Ну, крапива, конопля для меня почему-то вообще одно и то же. Что крапива, что конопля. Да. Вот. Кстати, здесь конопля и хлопок. Здесь 30% конопли, 70% хлопок. То есть конопля на хлопке условно. Скажем. Так. Да. Поэтому вот такие бы составы я брала. 100% хлопок я бы, наверное, не хотела вязать. Вот такую кофточку из 100% хлопка. Мне кажется, будет грубовато. Но еще смотря какой хлопок. Короче, экспериментируем. Если у вас есть уже дома пряжа, вяжите образцы. И по образцам смотрите то, что нравится вам. Поэтому у нас у каждого свое мнение. А вы свое можете сложить только тогда, когда вы попробуете. Когда мне Ириночка, Ирина, привет, привет тебе, моя дорогая. Ириночка подарила мне вот эту пряжу. Она мне сказала, Оля, это 100% вискоза. Пожалуйста, вяжи ее крючком, потому что на спицах она будет некрасиво смотреться. Девочки, я услышала Ирину. Я поблагодарила ее за совет. Но я ее вязала дважды спицами. У меня два изделия 100% вискоза. И оба связаны спицами. Знала я, как будет вести себя вискоза. Знала я, понимала, к чему я иду. И я шла к этому намеренно. Понимаете? То есть одно дело знать, принимать последствия твоего решения. И делать это решение. То есть чем мы, в принципе, взрослые от детей отличаемся? Взрослый человек может позволить себе все. Правильно? Правильно. То есть если я взрослый, я принимаю решение сам. Не надо мне командовать, не надо мне что-то говорить. Я взрослый человек. Я решаю, что я поступлю вот так. Но взрослый человек и сам должен за свои поступки отвечать. Если я поступаю так, и в итоге моего поступка получается вот это, вот за это плачу я тоже сам. То есть плюсы или минусы за них я плачу сам. Это мое решение. И значит мой ответ за выбранное мною решение. В чем бы оно ни касалось. Я считаю так. Поэтому я бы вязала из такой пряжи. Я вам сказала из какой. А из какой будете вы вязать, это уже будет ваш выбор. И не нужно слушать меня, потому что я могу ошибаться. А вы можете принять гораздо лучшее решение для себя. Следующий вопрос. Любовь Решеткина или Решеткина? Решеткина, наверное, скорее всего. Прошу прощения, Люба, если я оскорбила вас, поменяв вам как-то фамилию. Олюшка, добрый день. Добрый день, Люба. Я тоже давно смотрю ваш канал, но написать собралась только сейчас. Спасибо вам большое за то, что вы написали комментарий. Это очень приятно. Очень приятно, когда вы пишете комментарии, когда вы задаете вопросы, когда вы хотите со мной общаться. Спасибо, дорогого стоит. У меня вопрос на перерывчик. Я связала кофточку отдельными деталями с рукавом. Вывязала горловину по спинке и с полочки. Рукав вшился великолепно, но носить я ее не могу. Кофта заваливается назад, и она душит меня. Что надо исправить? Спасибо. Люба, скорее всего, во всяком случае, я сталкивалась с таким, что здесь вы недостаточно вывязали глубину горловины, глубину углубления по горловине, либо у вас имеется сутулость. У меня есть сутулость, девочки, поэтому я спинку всегда увеличиваю относительно переда. Вот у меня здесь есть манекен, он у меня здесь тысячу лет стоит. Ой, господи, прошу прощения, кофтой, которую я вязала когда-то на Катю. Катя ее немножко поносила. Вот такая вот кофта, если кому интересно. Даже пряжа у меня где-то рядышком тут валяется. А, ну даже и пряжу я вам сейчас покажу. Она у меня тут рядом. Так, не падать манекен, не падать. Сейчас попробую вам все показать, все рассказать. Ну вот из этой пряжи я вязала. Альпака Фэнси, по-моему, да? Ализе Альпака Фэнси. 350 грамм, 875 метров. Вот такая черно-серая фикулька. 13,04 цвет. А здесь 60% акрил, 15% альпака, 15% шерсть и 10% полиэстер. Такая буклированная пряжа, которая вяжется строго лицевой гладью. Да, лицевой гладью. Так, вот смотрите. Вот я поставила манекен. Сейчас я и сама встану рядом с ним. Вот манекен. Вот у него перец, смотрите, да? Вот насколько вывязана горловинка. Вот, пожалуйста. Вот у меня плечи. Вот смотрите теперь волшебство. То есть у вас заваливается спинка. Так, ну манекен начинает темнить мне тут видео. Смотрите, заваливается у вас спинка. Почему? Вот у вас, возможно, вот здесь есть сутулость. Вот у меня она есть. Я, ну неприятно, ну куда деваться. То есть мы сутулые. У нас спинка. Вот это место больше, чем вот это место. Не считая грудь, вот это место по груди. Вот у нас место прямое по груди. И вот у нас идет сутулость по спинке. То есть сутулость всегда будет больше в сантиметрах брать, нежели вот здесь вот, вот это место. И что мы имеем? Смотрите, если у вас есть сутулость. То есть мы, у вас недостаточно длинно связана спинка до проем. Скажем, вот это расстояние до проем. И вот давайте я заберу 5 сантиметров спинки. Вот. Посмотрите. Видите, что происходит с горловиной по переду? Вот горловина по переду. Вот плечи. Смотрите, я забираю 5 сантиметров. Вот. Горловина улезает наверх и начинает душить. Все, что выше вот этой вот ямочки. Вот у меня ямочка. Я не знаю, как у вас. Вот шея. Вот моя шея. Вот ямочка. Если я сейчас вот так вот сделаю выше ямочки, меня вот здесь все будет душить. Надо всегда делать глубже вырез по переду, чтобы вас не душило. И спинку нужно увеличивать в размерах. Поняли, да? Вот наглядно еще раз смотрим за горловиной. Вот горловина нормально, вот плечи нормально. Когда вы вяжете, посмотрите, если вас начинает душить, у вас плечи, скорее всего, вот уже на спинке. То есть они у вас не вот тут, где положено им быть, а они, скорее всего, по спинке у вас идут. То есть вам не хватает вот этого вот места. Неважно, сколько вы в длину свяжете. Вы длину спинки можете удлинить, но у вас вот это место не удлинится. Вот это место. У вас просто длина будет попу закрывать, выше переда, ниже переда будет. А вот это место, оно на это место не идет. У вас здесь пройма. Вы отдельными деталями вязали. Поэтому вот на это место посмотрите на свою фигуру. Сбоку посмотрите. Если у вас есть вот этот вот вдовий горб, как его называют, или сутулость вот эта вот по лопаткам. Если вы сутулитесь, то вам вот здесь нужно делать как бы рассеянную выточку, как мы на грудь. Делаем рассеянную выточку. Так и вам нужно по спинке делать рассеянную выточку. Я очень часто в своих изделиях этим пользуюсь. Делаю рассеянную выточку по спинке. И одно дело. Если у вас оверсайз изделие, то скорее всего у вас вот эта сутулость, она как-то туда войдет. И больно-то вас не будет вот отсюда подпрыгивать кофточка туда. Но если у вас вточной рукав, и вы не учли свою сутулость на спине, у вас 100% горловина подпрыгнет на спинку, плечи уйдут на спинку, и вам вот здесь будет некомфортно. Особенно, если вы горловину по переду сделали тютельку в тютельку, вот так по своей шее. А потом, когда вы надели изделие, оно у вас хобано и назад ушло, и все, и вас вот здесь душит. Причины могут быть и другие, но я сейчас не буду в них углубляться, потому что наиболее частые причины это вот именно незнание своей конституции, конституции своего тела и неумение вязать на себя. Вот, поэтому, любовь, попробуйте. Ну, я не знаю, распускать такое изделие. Вы уже все связали. Я бы, конечно, распустила. Я бы, конечно, распустила, перевязала. Но прежде чем распустить и перевязать, вы должны все-таки себя оценить. Я же вас не... Я вас вообще не знаю. Я не видела вас. Я не видела вашу фотографию. Я не видела ваше тело. И мне очень сложно судить, почему так произошло. Но теоретически я вот вижу, у меня такие проблемы были именно из-за моей сутулости. Я не понимала, что я сутула. Ну, что это оно подпрыгивает? У меня все тютелька в тютельку связано, а оно подпрыгивает. Потом до меня дошло, что все-таки у меня вот эта вот штука, вот она вот все-таки горбиком, а на этот горбик сантиметры должны откуда-то браться. То есть оно же не ровно идет, а горбик. И вот видите, любое ровное, вот это вот, вот это расстояние у меня сейчас одно, делаю горбик, и если я его замерю, он уже будет по сантиметрам другим. Два-три сантиметра не будет хватать, у вас отсюда будет забираться полотно туда-назад. Вот, мои дорогие друзья, Люба, я вот таким образом ответила на ваш вопрос. Надеюсь, вам все стало понятно. Татьянка. Здравствуйте, Татьянка. В следующем перерывке расскажите, пожалуйста, как вы рассчитываете А-силуэт. Ну, А-силуэт рассчитывается очень легко. По мне очень легко. Так, я уже что, на место убрала все? Я же вроде ничего не убирала. Как я рассчитываю А-силуэт? Сейчас я вам это покажу. А-силуэт. Ну, давайте я нарисую какую-то кофточку или там платьишко. Не важно, в принципе, что. Даже не важно, крой вязания. Вот, А-силуэт. То есть, о чем говорит А-силуэт? А там, что у вас обхват груди. Я сейчас все делаю на примерах. Например, 50 сантиметров. 50 сантиметров. А бедра у вас, например, например, 54 сантиметра. Бедра. И вам надо ашить, чтобы у вас красивое изделие сидело. Или вы хотите ашить, да? И вот в конце, значит, мы думаем, насколько мы хотим заашить наш силуэт. А одно дело, можно это нарисовать на выкройке, что сколько там ровненько. Ну, например, я хочу заашить на 58 сантиметров. Вот, грудь у меня 50. Ашить я буду на 58 сантиметров. То есть, можно здесь и 52 сделать, и 54. Я просто взяла, вот от балды цифры. 50 грудь, 58 конец изделия у меня. Это, скажите, откуда вы взяли эти цифры? Это цифры просто те, как я хочу. Насколько широкий я хочу видеть низ изделия. Я хочу свой низ изделия видеть на 58 сантиметров. Дальше. Мы замеряем вот эту высоту от проймы от проймы и до низа. То есть, высоту того, где мы будем ашить. Мы будем ашить от груди и до низа. Мы можем ашить от талии и до низа. Мы можем ашить от бедер и до низа. Зависит от модели. Сейчас я вам показываю от груди. Если вы хотите от бедер, то вы, значит, будете замер делать вот этот вот от бедер. Если вы хотите от талии, ну, то есть здесь в обтяжку, а там дальше расширять, ашить, то тогда вы делаете этот замер от талии. Я сейчас показываю от груди до низа. Например, у меня будет 30 сантиметров. Теперь мы должны придумать, сколько у нас петель. Не придумать, а рассчитать. То есть у нас есть какая-то плотность. Давайте я для облегчения напишу 2 петли в 1 сантиметре и 3 ряда в 1 сантиметре. Ну, чтобы для простоты расчетов. Хотя у вас, напоминаю, плотность всегда делайте до тысячного знака округляя число. То есть, например, 2,135 петель. Вот так вот у вас должна выглядеть плотность и в петлях, и в рядах. Я просто сейчас вам для расчета говорю вот целые числа, чтобы мне проще было считать. Значит, у нас ширина 50 сантиметров. 50 умножаем на 2. Получается, что здесь у нас будет по груди 100 петель. Это если мы вяжем отдельными частями. Если мы в круговую вяжем, то 100 плюс 100 будет 200 петель. Я сейчас вам расскажу на полуобхвате, то есть на половине изделия. Там вы дальше для себя решите. В круговую вы будете вязать. Значит, будете умножать на 2 все мои расчеты. Так, 100 петель – это у нас грудь. Внизу 58 умножаем на 2 петли. Получаем 116 петель. 50, 116, да. То есть было 100 петель. Внизу должно получиться 116 петель. 116 петель минус 100 петель. Получается, 16 петель нам нужно добавить равномерно с одной стороны. И 16 петель нам надо добавить всего с двух сторон. Слева и справа. 16 делим на 2. Будет 8 петель. 8 петель мы добавляем с одной стороны равномерно. И 8 петель мы добавляем с другой стороны равномерно. Получается, 8 плюс 8 будет 16 петель. Значит, теперь, когда нам добавлять? Вот в каких рядах нам добавлять? Мы не знаем. Но мы знаем, что нам надо провязать 30 сантиметров, добавляя петли. 30 сантиметров умножаем на 3 ряда. Получается, что всего мы провяжем с вами от груди до низа изделия 90 рядов. 90 рядов от груди до низа изделия. 30 сантиметров это 90 рядов. И за эти 90 рядов мы должны по 8 петель слева и справа прибавить. Значит, мы 90 делим на 8 и получаем, что у нас примерно в 11 ряду, то есть 90 разделить на 8, примерно в 11 ряду нам надо делать прибавки. Так как в 11 ряду это нечетное число, а прибавки в лицевом либо в изнаночном ряду я делать не хочу, а хочу делать в каждом только лицевом, то я буду один раз добавлять не в 11 ряду, а в 10. Второй раз я буду добавку делать в 12. В 10, в 12, в 10, в 12, в 10, в 12. И в сумме у меня получится, что я делаю прибавку в каждом 11 ряду. В прошлом перерывчике я про это очень подробно объясняла. То есть, вот, и мы с вами выяснили, что нам надо сделать 8 прибавок равномерно. И эти прибавки будут у нас через 11 рядов. Ну, 10, 12, 10, 12. И вот таким образом мы все 8 петель с одной стороны добавим и с другой стороны добавим. Вот. Не добавляйте у самой кромочной петли, от кромочной петли отступите. Отступите 2 петли и перед ней делайте прибавку. И то же самое в конце. Будет намного красивее, чем возле кромочной, когда вы делаете прибавки. Вот таким образом я рассчитываю о силуэт. Это легко и просто. То же самое мы можем сделать с рукавом. Когда мы рукав расширяем. То есть сейчас же модно, рукав не сужающийся сюда, а вот отсюда он расширяется. Идет как бы такое, знаете, махнуло и посыпались там. Озеро вытекло, да, там махнуло, лебедь поплыл. Ну, вот то же самое, вот эти вот рукава удлиненные, вот такие. И здесь то же самое, у вас будет тот же самый расчет. Все. Вот таким образом. Надеюсь, Татьянка, я вам все подробно объяснила. Так, следующий, следующий комментарий мне написала Анастасия. К сожалению, у меня сейчас, вот я сфотографировала, и у меня нет вашей фамилии. Но я думаю, что вы свой комментарий узнаете. Оля, здравствуйте. Так, у меня к вам вопрос по реглану. Это одна из причин, по которой я не люблю вязать реглан. Попробую объяснить, что мне не нравится. Когда мы вяжем реглан, независимо от того, начинаем мы с середины спинки или с левой задней регланной линии, мы вяжем поворотными рядами до тех пор, пока не свяжем нужное количество петель переда. Когда мы вяжем последний поворотный ряд, это Анастасия сейчас говорит о том, что мы вяжем углубление по переду и углубление по спинке. Вот здесь мы провязали, потом мы вот здесь провязали, потом мы все вместе вот так захватываем, вяжем. И потом, когда мы довязываем последний ряд по лицу, и когда мы в круг замыкаем вязание. Вот, слушаем дальше. Когда мы вяжем последний поворотный ряд, прежде чем перейти на первый круговой ряд, мы, к примеру, делаем последний разворот по левой части переда. Неважно, каким способом. Довязываем до левой передней регланной линии и делаем прибавку до и после регланной линии. Затем ряд довязываем до маркера начала ряда, а он у нас вот тут. И далее у нас следует первый круговой ряд, условно лицевой, в котором мы также должны сделать прибавки около каждой регланной линии. Но получается, что когда мы вновь доходим до левой регланной линии, видим, что прибавка уже была сделана в предыдущем ряду. Это тот ряд, которым мы заканчиваем вязание ростка. И получается, что мы еще раз делаем прибавку. Для того, чтобы количество петель с левой и правой стороны переда и на левом и правом рукаве было одинаковым. Не знаю, возможно, никто не обращает внимания на этот факт, но для меня эта прибавка всегда очень заметна, так как выбивается из общей картины. Надеюсь, я смогла объяснить вам, что я имею в виду. Для себя я нашла только один способ устранения этого, на мой взгляд, недостатка реглана. Я завязываю до маркера начало ряда, последний ряд ростка и обрываю нить. Провязываю еще раз от левой передней регланной линии до маркера начала ряда и только потом вяжу первый круговой ряд. Расскажите, пожалуйста, может быть, у вас есть мысли, как еще можно связать, чтобы последняя прибавка в ростке по переду и первая прибавка в круговом ряду не наслаивались. Анастасия, в общем, смотрите, знаете, здесь есть очень легкое решение, но во всяком случае я его для себя... Я понимаю, о чем вы говорите. Вот моя левая сторона. То есть я начинаю вязание всегда вот от этой... Вот у нас регланная линия передняя и задняя. Левая. Передняя, левая, задняя. Я начинаю всегда вот отсюда. То есть я пляшу по одному плечу. Потом оттуда со второй задней регланной линии я начинаю плясать вот по этому плечу. Потом я все вместе соединяю, начинаю плясать вот так. И когда я дохожу до сюда, как вы говорите, я делаю накид лицевой, накид, вяжу дальше. и когда я дохожу опять до сюда, у меня вроде бы как лицевой ряд вяжется и мне надо вязать накиды, они у меня здесь есть. Что я делаю? А я ничего не делаю, я просто маркер начала ряда вот отсюда я его снимаю и убираю его и ставлю его сюда. И с этого первого кругового ряда у меня изделие начинается вот в этом месте. Все, я больше ничего не делаю, количество петель у меня везде одинаково получается. Для меня это вот прям вот вообще находка. Я просто вот этот, вот здесь у меня, ну даже если у вас посередине спины или вот здесь, неважно где у вас был маркер, просто вы его отсюда убираете и начинаете вот отсюда. И отсюда у вас пошла новая точка начала отсчета. И что еще выгодно, когда вы провяжете весь реглан, у вас вот здесь будет начало ряда. И здесь вы уже будете отцеплять рукава, вы будете отсюда начинать делать первый подрез. В общем, все у вас вот сюда уходит начало ряда. Ну, я делаю это так. Я же не могу вам объяснять какие-то другие способы. Я нашла это вот такой способ. И меня он здорово выручает. Просто начало ряда считаю здесь, а не там. Все. И все. И пошла вуаля. Все нормально. Следующий вопрос. Елена С. Оля, прошу помочь с расчетами цельновязанной планки для кардигана, чтобы количество петель соответствовало по спинке и на полочках, и рапорт не потерять. А он состоит из восьми петель и его делить не хочется. Подскажите, какие у меня есть варианты? Заранее благодарю за ответ, Ольга. Елена, я не понимаю, не совсем поняла, как может рапорт узора вязания кардигана повлиять на планки. То есть вы вяжете узор, каким-то, вяжете кардиган условно каким-то узором по восемь петель. У вас рапорт восемь восемь восемь. Но здесь вы хотите пустить две планки, которые, ну, планки, планки кардигана. Но они же у вас будут не этим узором по восемь петель. Вы же какой-то другой узор для планок примете. Но это, во всяком случае, будет более интересно и более нормально. Либо вы хотели вот этот узор в восемь петель принять. Очень сложно отвечать на вопросы, не видя фотографии и изделия. Очень сложно отвечать на вопросы, не видя вашей фигуры. Как же это сложно. Одно дело, когда есть дзен, и когда в дзен вы можете мне скинуть фотографию, я уже понимаю, о чем речь. Вот так вот на пальцах объяснять просто. Я могу в дебри уйти, а человек совсем другое спрашивал. Но смотрите. Так, нет у меня кардигана. Дочь у меня забрала кардиган, который я и связала. В общем, две планки кардигана. У нас одна цельновязный кардиган, цельновязные планки. Смотрите, одна планка состоит, например, я не знаю, ну, из 10 петель вы будете вязать. И вторая планка из 10 петель. Они накладываются друг на друга. Первая, вторая планка. И в той, и в другой 10 петель. 10 петель. 10 плюс 10 это вообще-то 20, но по ширине 10 плюс 10 дают 10. Они друг на дружку прилепились, правильно? То есть у вас ширина планки 10 петель. Она просто двойная получается. Левая полочка, на нее правая. И вот она двойная планка из 10, например, 10 петель. Как мы их делим? Мы их делим с середины планки. Вот у нас 10 петель планка, 5 петель плюс 5 петель. 5 петель на левую полочку идет, 5 петель на правую полочку ведет. В общем, будет 10 петель. Но левую и правую половину вы будете набирать с левой половины плюс 10 петель и вяжете. И с правой половины плюс 10 петель и вяжете. Но это 10 на 10 дают всего 10, а не 20 петель. Не знаю, я уже в одном из перерывчиков очень подробно это объясняла, не помню в каком. Смотрите, у вас спинка 100 петель, например, 100 петель, значит, половина полочки у вас будет 50 петель, и половина второй полочки тоже 50 петель, так? Так, например, вы не хотите делить свой рапорт по 8 петель, а у вас рапорт получается, ну, если 50 на 8, получается где-то 5 на 8, 40. 40 петель у вас идет узором, и 10 петель как раз у вас идет планка. Видите, как я даже придумала, да? 10 петель планка. И с другой стороны, 40 узора, 10 петель планка. У вас... Нет, получится не так. Блин, надо рисовать. Ой, девочки, какие вы мне сложные вопросы задаете. Они не сложные в плане понимания, они сложные в плане объяснения. Сейчас буду рисовать планку. Так, кардиган. Рисуем, неважно какой узор. Важно, что он у нас идет. Он накладывается друг на друга, но я вам его рядом положила. Например, у вас спинка, вот там задняя часть, спинка, вот спинка. У вас, например, 100 петель. 100 петель. Это же каждый раз индивидуально, девчонки, рассчитывается. Ну, как мне вам объяснить? Значит, до середины переда у вас вот это расстояние, 50 петель. 50 петель, так? Так, принимаем, значит, у вас на 8 раппорт делится. Ну, например, у вас до планки, до планки будет 40. 40 на 8 хорошо делится, получается 5 раппортов, да? 40 петель до планки, и все остальное должно быть планка. И здесь тоже 40 петель до планки. Сколько же мы будем делать планку? 40 плюс 40 у нас 80. Вся спинка у нас 100. Значит, одна планка, ширина одной планки будет 100 минус 40 и минус 40. 100 минус 40 минус 40 получится вот эта планка. И планка тогда будет состоять, в вашем случае, из 20 петель. 20 петель на одну планку, тогда вы набираете не 50 петель с самого начала, а вместе с планкой вы набираете, вот, с концом планки, вот, конец планки. Вот досюда у вас было бы 50, а вот досюда у вас получается 60. 40 плюс 20 планка. И с этой стороны вы также набираете вторую планку. Вот досюда она идет, вот, вот досюда. И она будет тоже у вас 40 плюс 20 петель, будет 60 петель. Узор у вас не делится, у вас по 8, 8, 8, 8, 5 раз будет 40 петель. И вы считали, что у нас здесь должно быть 20. 100 минус 40 число на количество, чтобы делилось на ваше количество рапортов. 100 минус 40 и минус еще один 40. 100 минус 80 будет 20. Значит, ширина планки 20, ширина одной планки 20 и ширина той планки, которая на нее накладывается, тоже 20 петель. И получается, что мы одну перед набираем, одну полочку 60, 40 плюс 20. И вторую полочку мы набираем 60, 40 плюс 20. У нас одна полочка накладывается на другую ровно на 20 петель. Вот так. Как могу? Думаю, что вам было понятно. Пожалуйста, дайте мне обратную связь. Понятно ли я Анастасия вам объяснила? Следующий вопрос пишет Елена С. А, так, Елена С, вернее, Анастасия, я уже запуталась. То есть Анастасия я по поводу реглана и по поводу смещения начала ряда рассказала. А Елена вам я рассказала по поводу планочки. Ну вот, рассчитывайте дальше сами. Я на примере 100 петель сделала вам. У вас расчет на примере вашего количества петель будет. Про все-все-все, про все-все-все. Это Лена. У нее такой ник. А, Лена, здравствуйте. У меня к вам вопрос. Каким образом лучше именно для вас сшивать плечевые швы в изделиях плечевых, связанных спицами? И зависит ли способ от толщины полотна? Заранее благодарю. Вы мне всегда-всегда отвечаете. Спасибо, очень приятно. С уважением к вам, Лена. Лен, спасибо большое вам за вопросы. Вы делаете наш перерывчик. Вы задаете интересные вопросы, на которые я стараюсь вам ответить. Девчонки, вот как могу. Порой на руках, порой на чертежах. Так, значит вопрос. Каким образом для меня лучше сшивать плечевые швы? Плечевые швы. Хотела просто посмотреть, какие у меня есть изделия и как их лучше сшивать. Плечевые швы я в большей части, на 80% шиваю всегда петля в петлю. То есть я плечевые швы делаю открытые. И сшиваю их петля в петлю. В 80% случаев. Иногда бывает такое, что не прокатывает этот метод. Либо ввиду узора. Какого-либо узора. И смотрится лучше по закрытым петлям. Ну, либо по каким-то другим причинам. Но для меня самое лучшее это закрытие петель по открытым петлям. Закрытие петель иглой. Открытых петель иглой. У меня способ не зависит от толщины полотна. Не важно, я очень тоненькое ли полотно делаю. Не важно, толстое я полотно делаю. Не важно, из какой фактуры капряжи я это делаю. Единственное, еще раз повторюсь, здесь влияет иногда узор. Иногда влияет способ провязывания скоса плеч. Не на каждом скосе плеч это срабатывает. Но я всегда вначале попробую по открытым петлям закрыть. Вернее, не закрыть, а сшить плечевой шов по открытым петлям. Если он меня не устраивает по каким-либо параметрам, то тогда я вот как здесь сшиваю уже по закрытым петлям. Вот здесь у меня были закрытые петли. Потому что мне здесь не понравился шов по открытым петлям. Потому что здесь есть дырочки. Вот эти дырочки меня вот здесь напрягали. И я закрывала тогда, закрыла петли. И также трикотажным швом по лицу я сшивала изделие. Точно так же, как по открытым, только по закрытым петлям. То есть это для меня единственный способ на данный момент. Я не люблю закрытие методом трех спиц. Я не люблю закрытие крючком вообще. Не люблю, не практикую, не понимаю. Потому что получается очень грубый шов. В общем, никаких других швов я пока на сегодняшний момент стараюсь не делать. Делаю только трикотажным швом. Вот, Лена, вот так я отвечу на ваш вопрос. Так, я взяла в руки вопрос, на который уже ответила. Татьяна Колесниченко. Интересное название пятки. Откуда такое название? Почему? Ну, наверное, вероятно, вы не смотрели мой мастер-класс по вязанию хорошей громкой пятки. С прошлого перерывчика тут еще остались мои носки. Носки с хорошей громкой пяткой. Это пятка не стронг. Здесь немножко дуги идут, прибавки. Здесь понемножку по-другому ложится линия пяточки. Вот она, вот она эта пятка. Хорошая громкая пятка. Название такое. Ну, еще раз покажу вам, чтобы вы видели. Вот, вот она. Это не стронг. Стронг вяжется чуточку по-другому. Это название не мое. Я ее, я его, название этой пятки, позаимствовала у девушки, которая ее, эту пятку, придумала. Эта девушка вела в свое время одного из живых журналов, то есть какой-то типа ЖЖ. Не знаю, у нее есть сайт. Я в мастер-классе оставляла ссылку на ту страничку, на ту девушку, которая показывала описание, словесное описание этой пятки. И у нее, ее как бы сайт или ее страничка в этом журнале называлась «Хорошо и громко». Девушка вяжет, и у нее, ну, название, в общем, название ее странички было «Хорошо и громко». И она сказала, ну, раз «Хорошо и громко», я не буду ничего придумывать, а придумала как хорошая громкая пятка. Я, ввиду того, что не я автор этой пятки, я очень уважаю авторство людей, я просто показала ручками то, что автор описал словами. Ни в коем мере не говорю, что эту пятку придумала я. И поэтому название у этой пятки я оставила авторское, то есть той девушке, которая ее придумала. Вот, если вам интересно, кто придумал, и сейчас я искать не буду, но вы можете открыть мой мастер-класс. У меня их два. Первый мастер-класс – это вязание от мыска с хорошей громкой пяткой. Автор советует вязать, вернее, да, автор советует вязать эту пятку от мыска. Вот, у меня есть, как она вяжется от паголинка. Причем от паголинка ее можно вязать двумя способами. Я вам от паголинка показала один способ вывязывания этой пятки. И хочу в скором времени сделать, ну, наверное, ближе к осени сделаю второй мастер-класс по вывязыванию этой же пятки от паголинка, но немножечко по-другому. Вот, от мыска ее можно вязать и от паголинка можно ее вязать. Но так как, еще раз скажу, такое название пятки придумал автор этой пятки. Не я. Я только показала вам наглядно, что автор имел в виду. Я бы и не снимала мастер-класс на эту пятку, но так как вы увидали у меня эти носки, вы начали у меня спрашивать, как их связать, как вы их вязали, ну, мне пришлось повторить. Автора, ну, она не на ютубе, ее на ютубе нет. Если бы она была на ютубе, я бы вам дала ссылку на этого автора и сказала, смотрите вот у нее. Ну, а так мне пришлось показать. Ксения. Ольга, добрый день. Добрый день, Ксения. Созрел вопрос для перерывчика. Увлеклась вязанием носков. Сейчас пошли носки методом хеликс. Спицы 2,25. Два одновременно. Начинаю от мыска, закрываю иглой. Как не меряю, но в итоге получается чуть длиннее, чем надо. Связанные хеликс, конечно, менее растяжимые, но также получаются длиннее. В работе пряжа Боха и Ализе Супервош Комфорт Сокс, если это важно. Ксения, мне кажется, это даже не важно. Вы имеете в виду, когда вы вяжете от мыска. Вот, вы начали вязать от мыска. А потом вы вяжете, вяжете, вяжете. Я не знаю, про какую пятку вы вяжете какой пяткой. У меня хорошая громкая пятка. На спицах 2,25. Из пряжи с толщиной нити 420 метров на 100 грамм. Как и Нака Боха, как и Ализе Супервош. Она у меня, эта пяточка. Если я вяжу носки, я для себя рассчитала, сколько у меня занимает пятка вот отсюда и до самого начала. Вот это расстояние, вот это расстояние. Вот здесь я начинаю добавлять петли, вот здесь у меня заканчивается пятка. А вот эта пятка у меня составляет 7 сантиметров. В растянутом, чуть-чуть растянутом виде. Потому что мы носим, я люблю носить носки, чтобы они были вот так, чуть-чуть на ножку, как облипончик такой. И вот пятка связанная, хорошая громкая пятка, связанная общим количеством петель у меня здесь 60, 30, плюс 30. На спицах 2,25, как у вас. У меня вот эта пятка по ширине в растяжечку, я уже знаю, что будет 7 сантиметров. Поэтому, когда я от мыска вяжу до пятки, мне нужно высчитать, сколько мне вязать и когда мне нужно начать вязать пятку саму. Я беру, если я вяжу для себя, то я надеваю на ногу и растягиваю. Или я беру сантиметр, кладу его на стол. Но сейчас у меня такой возможности нет, представим, что я стол. Я кладу сантиметр на стол и я начинаю растягивать. У меня обувь 23,5-24 сантиметра. Это если моя нога. Эти носки я вязала уже на ногу чуть побольше. Если у меня нога 23,5 сантиметра, но я половинку эту теряю, я считаю на 23 сантиметра. То есть у меня длина ноги от пальчика и до конца пяточки 23,5 сантиметра. Но я считаю 23 сантиметра. Значит, 23 сантиметра минус 7. То, что будет занимать пятка. 23 минус 7 получаем мы 16 сантиметров. И вот, и я, когда вяжу носок, я его ставлю, ну вот так, на мысок и начинаю растягивать. Вот, я растягиваю, когда я, вот видите, вот у меня просто, и вот так вот он в растяжку идет. И когда я растягиваю, я должна закончить свое вязание на 16 сантиметрах. Вот здесь у меня закончено где-то на 16,5 сантиметров. То есть это на размер 24. То есть это где-то 38 размер обуви. Вот эти носки у меня. А я, у меня носки, повторюсь, у меня носки 23 размер. Это не для меня вязаны. Вот, то есть вы их вот так растягиваете. И когда вы дошли до 16 сантиметров на мой размер, вы начинаете вывязывать пятку. То есть померьте, раз вы уже вязали такие носки, они у вас всегда получаются чуть больше, чем вам надо. Значит, вы, вот уже получились у вас ножки, вы их растяните. Замерьте от начала пятки до конца пятки вот это расстояние, немножечко в растянутом виде. Не просто вот так, а в растянутом, потому что вам надо, чтобы на ножке это было все растянуто. Замерили, получили какое-то число. Потом замерьте саму стопу того, кому вы вяжете. И когда вы будете вязать носок, растягивайте его. И вяжете мысок до тех пор, пока в растяжку у вас не получится ваш размер, минус длина пятки и вот это вот число. Я делаю таким образом, у меня идеально носки ложатся. Уже знаю, при скольки сантиметров, какие носки получатся. То есть уже знаю, какая пятка у меня вывяжется. И в общем, вот так. Делаю вот так. Ирина Куликова. Ольга, добрый вечер. Добрый вечер, Ирина. Можно у вас попросить расчет для изделий, связанной трапецией? Челябинск. Ирина, приятно очень из Челябинска вас слышать. Челябинск это один из моих любимых городов, где мы очень часто бывали одно время. Сейчас сказали, сын ездил недавно к вам туда на горячие источники. И сказал, что Челябинск очень покрасивел. Город стал намного красивее, намного интереснее, нежели он был раньше. То есть город процветает, город делается визуально красивым. В общем, я вас поздравляю с этим. Насчет расчета для изделий, связанной трапеции. Вот недавно я отвечала. Кому я отвечала, девушки? Сейчас я посмотрю, мне не лень посмотреть. Так. Так. Это я отвечала Татьянке. Недавно уже, чуть раньше лесните. И там я отвечала Татьянке, как надо делать а-силуэт. А-силуэт и силуэт трапеции это в принципе одно и то же. Если вы будете вязать снизу, то вам надо будет делать убавки. В каждом 11 ряду мы там рассчитали. А если вы будете вязать сверху, то вам после груди, трапеция идет от груди. А силуэт может идти от груди, от талии, от бедер. То вы уже с этого места начинаете ашить, ашить это изделие. Либо вязать его трапецией, равномерно прибавляя петли. Раньше чуть-чуть я об этом говорила. Светлана Голландская. Оля, добрый день. Добрый день, Светлана. Пишу вам первый раз. Узнала о вас о Татьяне Кельмяшкиной. Ой, спасибо большое Танечке Кельмяшкиной. И вам очень большое спасибо, Светлана, за то, что пишете. Я очень рада знакомству. Связала топ по вашему мастер-классу. Пересматриваю ваши старые видео и вдохновилась связать из остатков топ с узором миссони. Вопрос на перерывчик. Задумка связать сверху поло лицевой гладью, а низ заполосатить миссони. Но миссони дает волну. А как получить ровные соединения? Делать укороченные ряды? Спасибо вам большое за ваш труп. Светлана, вы, наверное, имеете в виду вот это место. То есть вы связали верх однотонным. А вот отсюда, например, вы решили делать миссони. И вы спрашиваете меня, как отсюда перейти на узор миссони. Я правильно поняла вас? Ну, я думаю, что так. Соединение. Соединение, наверное, вот этой верхней части с нижней части, которая дает волну. Понимаете, в чем фишка? Вот у меня в миссони, я беру, это моя очень старенькая кофточка. Девочки, помните, я первую часть перерывчика вела как раз-таки в ней. Этому изделию уже около пяти лет. Оно все вытянулось, уже все такое некрасивое. Вот оно. Вот он узор миссони. Один классический стандартный узор миссони. Вот посмотрите, как у меня соединяется белая часть и внизу миссони. Здесь вы могли вязать либо регланом, либо погон реглан, либо вточной рукав. Что угодно. Абсолютно не принципиально. Но вот я ничего не делала. Вот мое соединение. Но я вязала снизу вверх. Вы будете вязать сверху вниз. Это не принципиально. Вот вы довязали узором миссони. А дальше вы просто ровно начинаете вязать. Он вот так ложится. Вот так ложится низ. Видите, он немножечко ложится волной вниз. А вверх у вас волна. Это выравнивается за счет другого полотна. Ничего не надо здесь ни укороченными рядами уходить. Ничего. Особенно если вы будете вязать из струящейся пряжи. Не из той пряжи, которая держит форму, а та, которая все-таки немножечко струится. То вообще абсолютно не надо заморачиваться. Надо просто с одного полотна переходить на миссони. Вот оно у меня, пожалуйста. И сразу покажу вам. Девочки, скажу вам на эту кофточку. Мастер-класса нет. Это изделие у меня связано для моей коллеги года два назад. Вот она его носит. Это тоже один из узоров миссони. Вот такой вот. У нее есть юбочка и у нее есть вот такая кофточка. Поносив два года, вот здесь, вот в этих местах, начал... То есть у меня вот это место и вот это место. Они были... Здесь вот пошел, видите, да, немножечко полутон. Это ничего страшного. Здесь вот переход цвета от темного к светлому. Здесь немножечко полутон на рукавах. И вот это и вот это, это было вот так вот заканчивалось. Но спустя время ношения, вот здесь вот эти вот пупырышки, вот от этих вот накидов, от этого узора миссони. Он же, видите, какой косой кривой весь, да? Вот видите? Он кривит сюда, туда. То есть вот так вот идут волны. И он начал давать вот эту выпуклость. Вот эту выпуклость. И коллега принесла, говорит, Толя, ну не могу носить, вот эта выпуклость меня раздражает. Ну я взяла это изделие, распорола обвязку. Обвязку вот здесь я перевязывала, вот она. И пришла к выводу, что здесь надо пустить несколько сантиметров гладью. Вот здесь у меня 4 сантиметра. Я пустила гладью. И все. И вот видите, все. У меня больше вот эти вот места, вот эти места, они больше не топорщатся. Все. Я решила эту проблему. То есть наоборот, вот этот вот ровный участок, он сглаживает вот эти вот все неровности. Ну вот как-то так. На эту маечку мастер-класса нет. На юбку мастер-класс есть. На этот узор мастер-класс есть. А на саму маечку здесь надо извращаться, вязать, чтобы попасть. Видите, здесь и проймы вывязаны. И все, здесь надо, с одной стороны вот так вот идет, с другой стороны вот так вот идет. Здесь надо улавливать вот эти косые, косые кривые, в общем, вот эти вот волны. Больше я на такое не сподоблюсь. Тяжело, и оно того не стоит. Ну, смотрится классно. Смотрится этот костюм классно. Вот, коллеги, понесу скоро. И, в общем, заодно вам показала. Ну что, мои дорогие друзья, на этом вопросы закончились. Сегодня вы снова... Уже сегодня перерывчик вышел в свет, первая часть. Вы уже снова начали задавать вопросы. Я их все отскриншотила. К себе на почту скинула. Распечатаю. Но пока еще не распечатала. Когда распечатаю, до следующего перерывчика немножечко подождите. Вопросики должны вылежаться. Вот. Ну, а я с вами буду прощаться. И так очень долго заняла у вас времени. Я желаю вам всего самого-самого доброго. Самого-самого радостного, легкого. Всего вам, короче, хорошего. И самое главное, мирного неба над всеми-всеми головами всей планеты. И огромного-огромного здоровья. Ну, а я с вами, мои дорогие друзья, прощаюсь. И до скорых встреч. Пока-пока.